Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Exeged пришёл следующий вопрос. Греховно ли прослушивание музыки в пост? Эмми Ломан, музыка для меня занимает особое место в жизни. Я слушаю не только для развлечения, помогает мне избавиться от наплывшей тоски и уныния. В каком-то смысле поднимает меня духовно. Будет ли это угодно Богу? Я не слушаю тяжёлый металл или современный рэп матный. Я не подразумеваю их в этом вопросе. Только старые, добрые песни любимых остальных музыкальных жанров. А как вопрос обстоит с колокольной музыкой, которая мне тоже очень нравится? Или с классической, инструментальной? Бах, Моцарт и так далее. Хороший вопрос, потому что в разных церковных брошюрочках или около церковных, ну, во всяком случае в тех, где нет издательства, грифы одобрены издательским советом Русской Православной Церкви, встречаются перечни грехов, такой грех прослушивания музыки в пост. И народ думает, ух ты, ничего себе, а я-то и не думал, а что ж тут греховного такого? Ну, ладно, какого-нибудь рэпера-матрщинника прослушать, а что теперь действительно классическую музыку не слушать? То есть, мои ушки должны быть абсолютно целомудренны от проникновения любых звуков? Ну, только дивнули Боевич и валаамские распевы? Или, может, этого тоже нельзя? Конечно, возникают такие вопросы, это один из самых популярных вопросов у всех новоначальных христиан. Ну, друзья мои, когда ты монах, когда ты отрекаешься от всего мирского, когда ты находишь сладость, утешение, радость в молитве, в созерцании, в тишине, то, естественно, для тебя любая музыка будет казаться чем-то лишним. Опять же, не для каждого монаха, я вам скажу. Потому что и музыка бывает разного качества. Даже у тебя самого с годами меняются вкусы. В подростковом возрасте ты слушаешь одно, что такое совершенно зубодробительное, от чего у твоих родителей кровь из ушей льётся, да у тебя тоже, да только не видишь. А подрастаешь, годом 30-40, нравится что-то другое, а к 50 ты просишь всех окружающих выключить громкую музыку, какая бы она ни была, потому что тебе просто физически от неё уже плохо. Я же молчу про некоторые бронебойные басы, которые некоторыми людьми воспринимаются физически очень тяжело, прямо до головной боли поднятия давления. Ну, молодёжи так классно. Чем больше дней ты не слышишь никого и ничего после того, как сходил на какую-то вечеринку, тем лучше. Ну, для взрослых это уже немножко бьёт по мозгам. Давайте всё-таки вернёмся к нашему вопросу. Грех ли слушать музыку в пост? С одной стороны, нас Писание призывает к тому, чтобы не быть рабом никому и ничему. Это, конечно, здорово, научиться жить без музыки. Современный человек, он в тишине не живёт практически никогда. Он дома с музыкой, он на улице с музыкой, он пытается на всех переменках, в обеденный перерыв, он с музыкой. Хорошо, что ещё и на лекциях, на парах студенческих, не с музыкой. И то кто-то там один ушничек поставил и что-то там параллельно слушает. Я уже молчу про какие-нибудь встречи и конференции в Зуме. Ну, если не видеотрансляция, картинку поставил вместо прямого эфира. Поэтому хорошо бы иметь такое время в году, когда ты музыку не слушаешь принципиально никакую, даже которая совершенно не греховная. Потому что классическая музыка, она тебя воодушевляет, она вдохновляет, она действительно утешает. Помните про царь Саул, помазанный на царство Господом, но который с каждым годом всё меньше и меньше был достоин этого помазывания. Он просил, чтобы тогда ещё совсем не царь, юноша Давид, который мы знаем как пророк и псалмопевц, играл ему на псалтире. И он утешался, и дух злоба уходил от него. Хотя нет-нет, в будущего пророка Давида царь Саул кидал копьё, да так метко, что тот едва-едва уворачивался. Музыка воздействует на душу, воздействует на нашу психику. И, находясь в унынии, не желая ничего, ни музыки, ни каких-то походов, ни кинематографа, ни театров, не желая вообще даже самого желания, находясь в унынии, даже желать невозможно. Чего-либо то ни было. Но если всё равно ты заставишь себя послушать что-то вдохновляющее, тебе станет легче. И здесь такое волшебное воздействие музыки на человеческий слух. Что-то есть в ней от вечности, что-то есть от райских обителей. И не зря из одного текста в другой, от одного святого отца к другому, повествуется о том, что в раю дивное сладкое пение. То есть, никто не может это передать. Это как состояние души. Никто там не играет на густях, на гитаре, на ударной установке в Царстве Божьем. Но вот то состояние, которое ощущает человек, который вне тела или в теле, как пишет апостол Павел, не знаю, но переобщается Царство Божие здесь ещё на земле, он это передаёт нам с помощью этих замечательных символов, символов музыки. Так что какая-то музыка есть в Царстве Божьем, и та музыка, которая в нас возвышает, вдохновляет, утешает. И хочется благодарить Господа Бога за то, что ты слышишь, за то, что ты можешь как-то переживать, слышать в этой музыке времена года, какие-то битвы, радость, слёзы, горечь, отчаяние, ревность. Музыка может передавать наши чувства. Это удивительно совершенно явление нашей музыки. Поэтому если мы слушаем не только ритмичную музыку, которая кроме наших чувственных эмоций не возбуждает, а музыку, которая оставляет задуматься, то ты становишься духовно даже, ну, душевно богаче. Ты становишься ближе к духовным реалиям. Везде, где есть красота, добро, истина, там есть Бог. Есть музыка, которая славит Бога. Бах все свои произведения посвящал Богу. И Вальди вообще католический священник. Поэтому я порекомендовал бы в дни постов воздерживаться от музыки простой, примитивной, попсовой, популярной. А переходить на музыку глубокую, религиозную музыку, те же самые уламские, словецкие распевы. Народную музыку, как красиво же поют наши традиционные русские песни, народные, авторские, которые говорят о красоте, о любви. Не то любви, которая ниже пояса, а то, которая жертвенная, которая красивая, ради которой стоит жить и иногда даже умереть. Переходить на классическую музыку, научитесь её слышать и понимать. Потому что одно дело набор звуков, а другое дело, когда ты начинаешь изучать, что же за ними стоит. Есть лекции разных искусствоведов, или как это правильно называть, музыкальных критиков, которые объясняют музыку. Вот этот полутон означает то-то, вот эта гамма означает то-то. Вот в этом произведении вот этот отрезок обозначает то-то и то-то. Надо её прослушать, надо учиться слышать и слушать и понимать музыку. Это также важно и нужно, как изучение иностранных языков. Если ты куда-нибудь едешь, тебе необходимо это для работы. Как латынь для медика, как английский для переводчика. Нам всем нужно научиться понимать музыку. И тогда, когда ты получишь этот вкус, ты приведёшь его себе. Тебе что-то противное вот этому божественным мелодиям. Я не говорю религиозным песнопением, а именно божественной музыке. Ты не сможешь это слушать. Тебе будет резать ушки. Поэтому, если во время поста будете уделять время не только молитве, не только посвящению богослужения, чтения, писания, добрым делам, но ещё и будете стараться слушать ту музыку, которую надо слушать внимательно, которую надо научиться понимать, это тоже будет ступенькой вверх. За то, что сделает вас лучше, чище, благородней и даже умнее. И если вы ещё не замужем или не женаты, блеснуть перед тем, кто тебе нравится, знанием того, что стоит за этим произведением, кого-нибудь Альбинони, вам добавят несколько баллов к хорошему впечатлению о вас. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо. 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 Спасибо.